К другим новостям. Одна из частых причин возгорания в лесах и парках – разведение костров и мангалов в непредназначенных для этого местах. Где все-таки можно жарить шашлойки, если у вас нет дачи? Разбирался наш корреспондент. С начала мая МЧС объявила о введении особого противопожарного режима в Подмосковье. По традиции, до начала весенне-летнего огнеопасного времени пожарная охрана провела учение по ликвидации возгорания в лесной зоне. Кроме того, в парках и лесах начинают работу патрулей для выявления нарушителей правил противопожарной безопасности. Все это делается для чего? Для того, чтобы у нас было плотное взаимодействие с нашими лесхозами, с нашими участковыми лесничами, для того, чтобы мы своевременно могли отреагировать, потому что в первом эшелоне, соответственно, прибывает пожарная охрана, а далее уже прибывает сила лесхоза. Тем не менее, все же выделены места, где пожарить шашлыки можно. В Наташинском парке есть зона, оборудованная мангалами, столами, мусорными контейнерами, а также песком и огнетушителем на случай возникновения пожара. Даже в пасмурную погоду местные жители с удовольствием посещают мангальную зону. Здесь есть столы, и мангалы, которые уже все специализировано получается, и мусор не надо уносить куда-то там с собой в пакете. Вот, пожалуйста, мусор вынесли. И вот песочек есть, все засыпать. Разведение костров в неспециализированных мест влечет за собой не только пожарную опасность, но и вредит обитателям парков и лесов. И самое главное, действительно, это негативно сказывается и на природу, которая вот вокруг нас. Она вот сейчас только-только набирает обороты. Но, ребята, если мы сейчас по пять здесь, по 200-300 мангалов распространим по всему парку, но это что будет? Это все птицы улетят, они перестанут здесь когда-нибудь гнездиться. Кроме урона природе, разведение огня в неспециализированных мест влечет наложение штрафа. Для граждан он составляет от 3 до 4 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 15 до 25 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 150 до 250 тысяч рублей. Завершится пожароопасный режим только с приходом холодов. Предварительно не раньше октября. Александра Томей, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!